Всем привет! Сегодня расскажу вам за фильтры, даже немножко за логирование. Поехали! Собственно говоря, фильтр. Что такое фильтр? Это когда нам приходит какой-то запрос, мы его хотим отфильтровать каким-то образом. Убрать какую-то информацию, добавить какую-то информацию. То есть перед тем, как будет запускаться наш сервлет или наш GSP, мы хотим что-то там сделать. Ну, самое примитивное, наверное, что приходит в голову, это написать собственный код, который проверяет, залогинен ли пользователь или нет. Если не залогинен, отправить его на страницу логинизации. То есть я вам об аутентификации уже рассказывал, но это встроенная аутентификация, она не всегда удобна. Если вы хотите написать что-то свое, немного помучиться, то фильтры идеально подходят для написания собственной аутентификации. То есть это какой-то код, который запускается до сервлетов и до GSP-страничек. Давайте же сделаем нечто такое. Для этого нам нужен открыть web.xml и здесь у нас есть фильтр. Фильтр name, ну какой-нибудь myfilter. Или что-то в этом духе. Дальше нам нужно указать фильтр класс. И теперь нам нужно создать какой-нибудь фильтр. Ну давайте здесь где-нибудь создадим mynewfilter. Этот фильтр должен экстендить фильтр. Или сейчас, секундочку. имплементить интерфейс-фильтр. А у него нам... Так, давайте так, ctrl-i. Собственно говоря, у него есть методы init и destroy. Ну, я думаю, это понятно. То есть точно так же, как в наших сервлетах есть и нет и destroy. Здесь точно так же есть и нет и destroy. И нет, запускается при первом создании. Ну, для строя при уничтожении фильтра. Собственно говоря. Ну, а фильтр фильтрует. Здесь мы как раз и можем писать наш основной код. То есть, к примеру... Ну, я не знаю. Сейчас что-нибудь напишем. Но суть в том, что здесь в итоге мы можем запускать, можем не запускать сам сервлет. То есть, смотрите, у меня приходят три параметра. Servlet request, servlet response и filter chain. Так вот, если я здесь оставлю пустой код, то у меня ни один сервлет не запустится. По крайней мере, те, которым я применяю этот код. Но, чтобы они запустились, мне нужно дальше в filter chain вызвать do filter и здесь передать servlet request и servlet response. То есть, вот теперь у меня все запустится. Соответственно, я могу там как-то проверить там пользователя, где, допустим, servlet request is user. Нет, здесь такого нет. Ну, ладно. В общем, как-то проверять или откуда вы приходите, или что-то делать с этим request'ом и в результате или посылать, или не посылать. То есть, какой-то такой код у нас может быть там if, чего-то там, мы или посылаем, или не посылаем этот request. Ну, дальше. То есть, если... Если здесь чего-то там не так, там я могу else какой-нибудь написать и вернуть какой-то статус. Вот. Дальше здесь, соответственно, мне нужно класс указать. GSP. MyNewFilter. И имеем вот такой же. MyNewFilter дадим. Теперь он ругается, что у нас нет маппинга. Надо это все еще замапить. То есть, фильтр маппинг мне нужно добавить. Здесь MyNewFilter. А здесь у нас есть два варианта. Я указываю или servlet name, то есть, если бы у меня, допустим, здесь был какой-нибудь servlet, я мог бы его имя здесь указать. То есть, допустим, servlet my... Ой. MyFilter servlet. Вот. Я бы мог бы его указать. Здесь. Второй вариант. Это не указывать servlet, а указать непосредственно url. URL pattern. Там тот же MyFilter servlet. Вот. И, собственно говоря, при доступе... Ну, мы можем, допустим, звездочка здесь поставить. Тогда при доступе ко всем servletам у нас будет применяться данный фильтр. Давайте создадим MyNewFilter. Так, только она у нас большой там была. Ну, да ладно. Вот, собственно говоря, у нас есть какой-то servlet, который, скажем, выдает какую-то информацию. Что-то в этом духе, тело какое-то выдает. А здесь у меня получается код, который может работать до и после работы этого servletа. То есть я здесь, допустим, могу сделать... сервлетрокон, то же самое. GetWriter, Write, Before. И могу и After. То есть если я сейчас это все запущу, у меня к моему... При доступе к моему servletу у меня применится вот данный фильтр. Давайте попробуем. Вот, вернулся в Body. Скорее всего, здесь неправильно. Да, вот так вот должно быть. RL-паттерн был неправильно указан. Сейчас еще раз. И вот мы перезапускаем BeforeBody и AfterBody. То есть у нас применился в мастер-литре. То есть я могу делать до и после с результатами. Вот запускается init-фильтр. При уничтожении дострой-фильтр должен быть. Да, вот он, дострой-фильтр. Вот так вот работает фильтр. Но это еще не все. Ну, во-первых, что нужно добавить, что их можно инициализировать. То есть я могу init-params, там, name указать, там, и получать их. То есть у меня здесь в моем фильтре, здесь приходит фильтр-конфиг. Из него я могу получать фильтр-конфиг, get init-parameter, name. И у меня вернется вот этот самый мой макс. Дальше, дальше это еще не все. Дальше, что я тут еще делал? Инициализировал параметры. Смотрите, еще есть такой нюанс, что здесь еще можно... Наверное, здесь. Диспатчер. Что это такое? Смотрите, у нас иногда происходит, как вы помните, я вам показывал модуль вью-контроллер, да? И там мы передаем через диспатчер-реквест, передаем управление на сервлет. Так вот, раньше у нас как бы не было возможности фильтровать все эти реквесты. Или при доступе к каким-то GSP-страничкам и так далее, при форварде, при инклюде GSP-странице, у нас не было возможности применять фильтры. Теперь, если нам нужно применить фильтры, мы можем их не только к реквестам, а к инклюдам, к рорам, к форвардам, к асинхронным запросам. То есть, ко всему к этому применять. То есть, по умолчанию у нас используется реквест, но если мы хотим еще что-то добавить, мы, допустим, можем применить фильтры, когда мы их включаем. То есть, инклюд из одной страницы GSP делаем в другую. Можем там, когда у нас error происходит, когда мы куда-то что-то там отправляем. То есть, тоже у нас фильтр будет применяться. Ну и форвард у нас там при форварде, то есть, вы знаете, да, форвард метод, когда вызываем и вместо одной странички отображаем другую, то вот при форварде у нас тоже мы можем применять фильтры. Еще нюансы, которые я вам хотел рассказать. Фильтр сервлет. Что я еще хотел рассказать. Так, ну, вроде бы все рассказал. Да, все, что я хотел рассказать, я вам все показал, все продемонстрировал. А, да, еще один нюанс совсем забыл. Смотрите. Иногда может быть такая необходимость, допустим, сделать такой прокси, через который вот этот респонс будет работать или реквест. То есть, у нас мы можем создать класс my, скажем, myResponseRupper, заэкстедить его от http, серверт-респонс или реквест-раппер, соответственно. Здесь переопределить ему конструктор. И здесь писать какой-то код, к примеру, там, переопределить метод getWriter, к примеру. Или что-то в этом духе. И тоже здесь дописать свой какой-то код. И дальше сделать следующим образом. Вот здесь, когда мы отправляем фильтр, я могу написать new myResponseFilter. И это у меня будет такой враппер над реальным респонсом. То есть, дальше, когда он придет вот сюда, в наш doget, придет респонс. Он будет, на самом деле, не вот этим вот респонсом, а это будет моя обертка. И с ней я могу делать все, что угодно. То есть, я могу здесь дописать свой какой-то код перед getWriter, там, ну, перед вызовом getWriter, я могу что-то свое добавить, там, в этот writer что-то дописать, или что-то отфильтровать, там, допустим, если у нас, допустим, я могу запретить матюки, там, какие-то плохие слова, незаконные, там, употреблять. То есть, перед тем, как выводить пользователя, я могу вот здесь написать свой врайпер. Этот врайпер, это, как бы, оберточка такая будет. И перед тем, как выводить что-то, она будет, там, проверять на какие-то плохие слова. То есть, я, к примеру, могу там вычеркивать плохие слова, типа, там, пошел ты, там, или, там, C-sharp. То есть, ну, какие-то такие матекливые слова, которые они хорошо употреблять. вот мы в принципе можем можем фильтровать вот как то так у нас происходит фильтрация но принципе на сегодня все надеюсь вам было интересно обязательно подписывайтесь ставьте лайки всем пока